Коллеги, добрый день. Зовут меня Мария Нинашева. Я руководитель проектов по внедрению 1С и в то же время я же сама и консультант-аналитик. Беру задачи на проекты по анализу, по внедрению. Мои области профессиональные это документооборот, электронный документооборот, управленческий учет. И сегодня тема нашего вебинара это подготовка программы к работе, настройка и ведение НСИИ. Как мы с вами сегодня будем строить свою работу. Тема у нас очень объемная. Сегодня она в большей части наверное даже теоретическая программа. Я периодически буду к программе обращаться, к системе, но больше мы сегодня будем работать с презентацией. Немного необычно, обычно мы больше работаем в программе. Цель нашего сегодняшнего вебинара посмотреть каким образом, по каким этапам ведется настройка НСИИ при первоначальной подготовке системы к работе, до того как вы начнете уже запускать ее в эксплуатацию, до того как вы начнете внедрять систему, даже вы должны понимать какие настройки нужно сделать, в какой очередности. Особенно если бывает компания приобретает программный продукт и начинает внедрять ее самостоятельно. Вот осознание того, что вам нужно настроить и в какой последовательности оно должно быть в любом случае. Сами вы это делаете, там у вас свой штат, либо скилами какой-то компании вы делаете, вы уже осознанно к этому подойдете и даже если кто-то вам будет выполнять эти работы, вы будете понимать в верном ли направлении идет компания, которая вас автоматизирует, все ли они учли. Настройки мы будем рассматривать исходя из того, что использоваться будет полный функционал программы, то есть мы будем максимальный перечень сегодня смотреть. По времени, ну обычно мы 45 минут берем на вебинар, я думаю, что где-то примерно час, если придется чуть задержаться, то задержимся. Вот если у вас время ограничено, не переживайте, у нас запись вебинара будет, вам ее потом направят, будет возможность посмотреть. Сначала мы будем идти по основным вопросам вебинара. Ваши вопросы, которые по ходу дела возникают, вы их, пожалуйста, в чат обязательно пишите сразу, чтобы мы их не потеряли, никуда они не делись. Мы будем разбирать либо по ходу вебинара, если я что-то увижу, сразу смогу строить, буду добавлять информацию, раскрывать ее, постараюсь побольше. Либо если вдруг там нужно рассматривать конкретно ваши процессы и вопрос объемный, мы можем дополнительно встречу назначить и конкретно у каждого присутствующего на вебинаре будет возможность привести с нами встречу, может еще какого-то нашего специалиста пригласим, точечную аналитику, бизнес-процесс можем пригласить ко встрече, чтобы ответить на ваш вопрос. Абсолютно бесплатно, час работы, час встречи с вами, выслушать ваши задачи, ваши вопросы, какие-то рекомендации у каждого присутствующего будет. Так, люди, я смотрю, у нас подключатся вроде такая активность. Такой активности уже у нас нет. Так что мы сейчас уже будем переходить к основной теме. Так, говорим мы сегодня про документы оборот 2.1. Рассмотрим кратко интерфейсные возможности и общий обзор самой системы. Прям долго заострять внимания не будем. И далее перейдем, что же у нас входит в первоначальную настройку системы и какие есть варианты первоначальной настройки системы, вообще в принципе, какие подходы. И все основные моменты, этапы, из чего состоит у нас настройка системы. Так, ну, изначально у нас сама система документа оборот используется, ну, если смотреть интерфейсно, то она, то используется интерфейс такси, удобный, с настройкой начальной страницы. И сейчас вот я прям лечу саму программу, чтобы мы посмотрели, как она выглядит. Сейчас видно документ оборот страничку? В чате? Угу, вижу, вижу. Ага, супер. Таким образом у нас выглядит программа документа оборот 2.1. У нас рабочий стол. Рабочий стол это основная рабочая область сотрудника, которая работает в системе. То есть это настраиваемые виджеты, те функции, которые нужны сотруднику. Вы можете абсолютно удобно в пользовательском режиме вывести на рабочий стол, вывести те документы, которые являются необходимыми настроек. У нас происходит вот по меню, то есть в зависимости от того, что вам нужно настроить, вот в виде мы настроим, мы настраиваем панели, начальную страницу, можем изменить масштаб в сервисе. Мы уже в параметрах можем тоже делать настройки, отображать в том числе команду все функции, тоже можем здесь включить. Вот. На начальных настройках мы сейчас останавливаться долго не будем, много расскажу еще про саму панель функции, которая есть в системе. Она тоже зависит от ее наполнения, наполнение блоков зависит от того, какой функционал вы используете. Если что-то, какой-то функционал не используется в системе, то здесь пользователь это соответственно и не увидит. У него таких функций просто не будет. Главное, это основные вкладки, с которыми работает пользователь, документы, файлы. Это блок, в котором находится все, что связано с документами и в том числе действия, которые можно производить с документами. Вкладки, совместная работа, это раздел, где все, что касается взаимодействия с другими пользователями. Учет рабочего времени, это трудозатраты, отчеты, все, что касается учета рабочего времени в системе. Нормативно-справочная информация, это то, с чем мы будем сегодня о чем говорить. По большей части, это как раз виды документов, мероприятий, проектов, виды работ, категории классификатора предприятия. Это находится в разделе нормативно-справочной информации. С этим блоком обычно работает больше всего. Ну и мы рекомендуем, чтобы работал определенный сотрудник, который у вас за это отвечает. Управление процессами, об этом мы тоже сегодня будем говорить, затрагивать. Здесь происходит работа по настройке процессов. Здесь хранятся шаблоны процессов, которые заводятся уже в системе, настройка которых происходит уже до запуска системы. Ну и настройка пользовательская, где, ну и сегодня мы об этом особо поговорить не будем. Вот, краткий обзор системы сделали. Сказала, что гибко настраиваемый рабочий стол, удобно под каждого пользователя. Так, возвращаемся мы в презентацию. Главное в ту презентацию, в которой нужно. Так, видно презентацию. Немножко бужу у вас периодически, чтобы не уснули. В чатик напишите плюс, если видно презентацию. Все, супер. Вопросы тоже не забывайте писать. Я пока вижу, что вопросов нет. Если даже я на них не останавливаюсь, то я их вижу. И чат у нас сохраняется. Далее мы ответим на все вопросы. Далее. Когда у нас, когда мы, вот мы приобрели программу, и думаем, что же нам с ней делать. Вот первоначальные настройки данных, наполнение первоначальными данными базы, можно строить, выбрать один из двух путей. Первый путь, это был автоматический режим. Это когда мы используем типовую методику документа оборота. Такая функция в документ обороте предусмотрена. Один из документа оборот. То есть берется типовые процессы, которые по традициям российского делопроизводства обычно используются на предприятиях. И берется она за основу, и настройки выстраиваются в соответствии с этими традициями. Не факт, что эти традиции подойдут к вашей организации, но обычно этот путь выбирают, когда, во-первых, не понимают, что нужно от системы. Нету какого-то точного плана действия по вашему предприятию, как должен строиться документ оборот. Ну, либо когда не приняли решение, что достаточно готовы выделить ресурсов на настройку именно по своим процессам провести, подготовить методологическую базу для такой основательной настройки программы. Про типовую методику мы сегодня не говорим. У нас будет отдельный вебинар по ней. То есть, что выстраивает типовая методика, что у нас получится на выходе, если применять типовую методику документа оборот. Это у нас 31 августа будет вебинар. Можете уточнять наших анонсов. Сегодня мы будем говорить про настройку НСИ вручную. Для того, чтобы настроить вручную НСИ, сделать первоначальную настройку, наполнить данными, необходимо провести предварительно серьезную методологическую работу. То есть, основания подготовить. Как у вас строятся процессы, какие виды документов, как вы их будете использовать. Как у вас будет происходить разограничение прав. Полное описание вашей орг структуры, как вы это будете отражать в системе, как вы это будете использовать. То есть, вот все настройки, о которых мы далее будем с вами сейчас говорить, они должны быть изучены по процессам вашего предприятия, вашей организации. То есть, если вы сами проект начинаете, либо у вас начинает какой-то подрядчик проект, он должен обязательно это все изучить. И если у вас приходит компания и не изучает это, то обратите на это внимание, почему эти моменты у вас не спросили. Иначе настройки в системе потом вашим ожиданиям не будут соответствовать. Все действия по настройке, они не только должны быть в соответствии с теми данными, которые проанализировали, теми процессами, которые у вас происходят, но еще и идти последовательно, в определенной последовательности. И последовательность это рекомендовано, в том числе и 1С. Она основывается на том, логически на том, что данные, которые вы сначала одни вносите в систему, делаете настройки, следующий шаг, он задействует те данные, те настройки, которые были на предыдущем этапе. Если пойти не по плану, по другой структуре, то у вас хаотичные движения получатся. Там чуть-чуть настроили, здесь чуть-чуть настроили, там чуть-чуть настроили, здесь чуть-чуть настроили. И вам придется постоянно возвращаться к одному и тому же. Обычно начинается с технической настройки, то есть администратор работает в системе, он вводит основные данные, которые необходимы будут уже для дальнейшей настройки отделами НСИ, либо уже делопроизводителем. То есть как у вас будут распределяться роли, кто у вас будет выполнять настройки. Но изначально всегда происходит техническая настройка того функционала, который вы будете использовать. То есть это у нас тут общие настройки системы. Презентацию я вам, тоже мы вам направим. Презентация у нас сегодня очень объемная. Вот на системе, наверное, очень сумбурно это показывать. Я максимально склинами ее снабдила, чтобы было понятно, где, чего у нас находится. Сначала выполняются общие настройки. Здесь мы настраиваем те права, тот функционал, который мы будем использовать. То есть это общие настройки системы. Это что мы используем в правах доступа, в работе с файлами. Включаем, будем мы с почтой работать, не будем мы с почтой работать, будем мы работать с календарем, не будем. Какой функционал у нас будет включен в процессах и задачах. То есть технически мы нажимаем галочки, какой функционал системы мы вообще в принципе будем использовать. Мы о нем подробно будем каждый блок говорить. Далее. И принимаем за истину, что у нас система наша, которую мы сегодня настраиваем, она у нас будет использовать полный функционал. После того, как мы включили все настройки, все галочки, а мы подразумеваем, что мы весь возможный функционал сейчас включили, первым делом мы настраиваем данные предприятия. Данные предприятия у нас включают это заполнение справочников должности, зарегистрировать руководителей подразделения, заполнить справочники структуры предприятия. Далее уже мы можем создавать и настраивать остальных пользователей. пользователей, если мы имеем несколько юридических лиц в составе своей организации, своего предприятия, то здесь мы можем создавать все организации, все юридические лица, которые у нас есть. Далее создаются корневые папки справочников, внутренние документы и файлы. И уже после внутренних документов и файлов, если мы используем данный функционал, то мы создаем проекты, мероприятия и форумы. И далее уже создаются вопросы деятельности. Каждый из пунктов мы сейчас более подробно рассмотрим. Всполнение справочника должности. Рекомендуется именно заполнение начинать со справочника должности, потому что далее уже мы будем применять этот реквизит в карточках руководителей. И это потребуется уже в дальнейшем в цепочке для настройки. Далее. Про справочник должности. Скажу обязательно, что он состоится в соответствии со штатным расписанием предприятия. После этого уже начинаем заполнять справочник пользователей и начинаем справочник заполнять с руководителей. Потому что далее в структуре предприятия нам нужно будет их указывать. Поэтому мы создаем должности, потом мы создаем пользователей, руководителей, и уже далее начинаем заполнять справочник структуру предприятия. Обращу внимание, что мы создаем руководителей, структуру остальных всех пользователей мы будем с вами создавать позже. Именно в таком порядке. Чтобы мы могли присвоить пользователям остальным и подразделения, и должности. Таким образом у нас выглядит справочник структуры предприятия. То есть мы видим разделение и видим сотрудников, которые у нас там помещаются. Соответственно, должности тоже видим. Справочник организации может у нас иметь несколько организаций. Их вносим уже после того, как мы структуру сформировали. Он у нас находится тоже в настройках системы, в блоке предприятия. Если у нас, соответственно, несколько юридических лиц, то мы их заполняем. Также перед тем, как создаем пользователей, есть необходимость создать рабочие группы. Если мы их используем, то создаются рабочие группы. Для чего? Для того, чтобы мы сразу эту информацию далее использовали. Это уже позволит и администратору системы проще работать будет. И настройки прав доступа уже тоже будет более удобно с использованием рабочих групп. Причем обращу внимание, что каждый пользователь может относиться к нескольким рабочим группам. То есть что такое рабочая группа? Рабочая группа – это объединение пользователей по функциональному принципу и общим полномочиям. То есть мы объединяем пользователей и далее уже наделяя их правами, мы наделяем именно рабочую группу правами. Это удобно и для администратора, и для самого пользователя, особенно если у вас много сотрудников, Большой Штат и много различных групп рабочих по разным вопросам. То есть пользователь может входить сразу в несколько рабочих групп и создается также это в блоке НСИ, в справочнике рабочей группы. Вот визуально я его изобразила, справочник рабочей группы. Далее уже мы должны внести всех остальных пользователей нашей системы. Бывает такое, что вы уже используете какую-то системную предприятию, не чаще всего так оно и есть. Иногда бывает, что сразу весь всю экосистему трансформирует, либо новое предприятие остается, либо бывает, что уже существующие экосистемы присоединяют один из документов оборот, и тогда пользователи, они у вас, в общем-то, где-то существуют. Есть вариант, конечно, их с помощью синхронизации или с помощью универсальной обработки перенести в программу один из документов оборот. Но тут тоже нужно понимать, насколько это применимо для вас, насколько это будет целесообразно, в зависимости от количества пользователей, от сложности, от нюансов тех систем, которые у вас есть, потому что нужно будет все равно проверять, перепроверять, все ли корректно перенеслось. Итого, на этом этапе мы регистрируем всех пользователей, у нас до этого уже были рабочие группы, должности, структура предприятия, мы спокойно можем вносить наших пользователей с учетом всех этих заведенных данных. Далее у нас идет очень большой раздел, это права доступа. Права доступа, пожалуй, это один из самых сложных вопросов настройки 1С документа оборот, 2.1 в особенности. есть большой блок права доступа в настройках и администрирования, мы проводили прямо отдельно вебинар по правам доступа с подробным разъяснением уровней настройки права доступа, то есть у нас есть на уровне полномочий, это самое крупное отделение прав к рифу доступа, рабочие группы, права к папкам, используются политики доступа, то есть здесь такой объемный большой вопрос, к нему обычно подходят серьезно и для этого вот нужна такая объемная аналитика ваших процессов. Вот немного поподробнее поговорим об уровнях, как назначаются права. Изначально стоит поработать с полномочиями, это самое крупное отделение прав, полномочия это такая подборка готовых ролей с правами доступа к данным и уже с помощью полномочий задаются общие настройки прав, можно задать общие настройки прав для конкретных отдельных пользователей, для сотрудников конкретного подразделения, для ролей исполнителей, для рабочих групп с помощью полномочий. далее есть принцип назначения прав по структурному принципу, то есть мы берем за основу структуру подразделения вашей компании, это значительно может облегчить работу как администратора, так и потом, когда вы будете какие-то права менять, корректировать движение сотрудников, это уже будет проще, то есть допустим вы нового сотрудника на работу принимаете вместо того, чтобы создавать ему персональную настройку прав, анализировать каждый его, весь его функционал, то вы его просто добавляете в подразделение и это гораздо проще. Для настройки прав в карточке подразделения именно для этого предусмотрена кнопка полномочия и разрешения. Здесь у нас в подразделении указана картинка скрин, как это выглядит полномочия и разрешение прямо в карточке разделения. Также вероятно использовать назначение прав по функциональному принципу. Для этого уже будут использоваться ранее созданные рабочие группы, мы о них говорили, то есть мы в рабочей группе также используем кнопку полномочий разрешения и там уже выполняем настройки. Если нам не хватило тех настроек, которые мы до этого использовали, то только в этом случае уже наверное стоит приступать к персональным настройкам прав, это будет сложнее, поэтому лучше все-таки в настройке прав есть такой принцип, который упростит вам жизнь. Многие пытаются использовать сразу все, весь функционал системы, какой только возможно. вот есть все уровни прав, давайте мы будем использовать их всех. На самом деле для вашего администратора, для пользователей, для руководителей и тех, от кого потом задача будет приходить, а как же настроить права новому сотруднику, вот чем больше вы используете разрезов прав, тем сложнее будет понять, а как же даже поставить задачу на настройку этих прав, потому что действительно несколько уровней, много нюансов, люди, которые много лет даже с этим работают, иногда задумываются, как же это реализовать, то, что хочет пользователь в правах, чтобы этот видел документ, этот не видел, здесь участвовал, здесь не участвовал, права доступа, они служат не только для того, чтобы какую-то информацию обезопасить, они служат еще для того, чтобы у ваших сотрудников не было в поле зрения, не отвлекало их лишней информации, поэтому тут настройка прав, она и то, и то решает эту задачу, и чем проще, чем универсально будет ваша настройка прав, тем меньше ресурсов вы будете тратить и на первоначальную настройку, и на поддержание этой системы уже в дальнейшем, и перенастроить, естественно, если что-то поменять вам, конечно, будет тоже проще. Вот, по настройке прав рекомендую смотреть отдельно еще дополнительный материал, если вы хотите в эту тему погрузиться, она одна из самых сложных. Далее, далее у нас идет настройка корневых папок справочников. Все в нашей программе документы обороты, все файлы, внутренние документы, проекты, мероприятия, они хранятся в папках документов оборот 2.1. Папки предназначены не только, чтобы удобно хранить, удобно визуально воспринимать информацию, но и для того, чтобы разграничивать права, в том числе доступ к данным в этих папках. Поэтому это не только удобство, но еще и безопасность. Ваша информация рекомендует начинать настройку с справочников внутренней документы и файлы, а потом уже, если вы используете функционал, то по аналогии опять же проекты, мероприятия и форум настраивается. Как у нас строится структура папок и файлов? Обычно файлы, справочники файлы строят в соответствии с организационной структурой предприятия. Это удобно, потому что мы для каждого структурного подразделения вашего предприятия делаем отдельную папку и визуально, и для пользователей вот это удобно и функционально, зарекомендовало для себя функционально. построение структуры папок внутренних документов, структуру. Если мы берем файлы мы 40 структурой смотрим аналогию, если мы смотрим внутренние документы, тут уже система другая. Мы здесь рассматриваем используемые на предприятии системы документации, то есть у нас декварная документация, локальные нормативные акты, и уже делим папки в соответствии с этим принципом. Ну и конечно же руководствуемся теми видами документов, которые мы используем. Это оптимальная система именно для внутренних документов. То есть подходы у них уже идут разные. также можно использовать папки, если у вас есть такая необходимость на предприятии, какие-то папки закрытых структур, те документы, которыми пользуются именно определенные сотрудники, информация не должна никуда уходить. От советов бывает собрание акционеров, какие-то еще секретные документации папки существуют. Если это опять же требуется на вашем предприятии требуют такой настройки. Чем проще настройка, тем лучше. Этот принцип применим, чтобы вы не настраивали. и важный принцип, который также в настройке прав папок используется, это отказ от наследования прав родительской папки. Это позволит соблюсти разграничение доступа к информации, в принципе безопасности информации, не обязательно те, кто имеет доступ к родительской папке, они должны иметь доступ к дочерним папкам. Для этого есть настройка как родительской папки, так и дочерних папок. Можно и оттуда и оттуда настроить запрет на просмотр дочерних папок. Это уже нужно смотреть, как удобнее вам делать. Для настройки прав доступа можно в контекстном меню папки воспользоваться кнопкой настройки прав в том числе. Назначение по какому принципу может происходить назначение прав доступа относительно пользователей. Права к папке могут назначаться конкретному пользователю какому-то, могут ролью исполнителя, назначаться может назначаться права могут назначаться в рабочей группе или какому-то конкретному подразделению всем сотрудникам подразделения. Права могут быть разрешающие и запрещающие или могут быть неназначены. Разрешающие и запрещающие права работают смысл такой, если доступ у вас к папке будет если установлено хотя бы одно разрешение и не установлено ни одного запрета. Если запрет установлен, то доступ будет закрыт. запрещающие права имеют приоритет. Также существуют коллективные личные папки. Коллективные папки используются несколькими сотрудниками, то есть в работе сразу нескольких пользователей какие-то общие признаки имеют отношение к какому-то подразделению, когда определенная тематика общая есть, недоступны группе пользователей, либо это могут быть личные папки, то есть где сотрудник работает самостоятельно со своими задачами, со своими документами и доступ к этой папке имеет только он. Как только его персональная работа с этой документацией заканчивается, то документ должен быть все равно переведен в какую-то коллективную папку, как готовый документ для работы, чтобы все другие сотрудники тоже могли работать с этой папкой. Также могут настраиваться права доступа к карточке конкретного документа или конкретного файла. Это уже настраивается по кнопке еще во внутренних документах или файлах. предусмотрена кнопочка права доступа и уже там мы можем видеть всю полную информацию, но это если уже вам нужно более глубокий, более полный анализ настроенных прав именно по конкретному документу и по конкретному файлу. документу. Далее у нас настраивается справочник вопроса деятельности. Это справочник, который представляет собой перчим вопросов, которые входят в компетенцию предприятия и его структурных подразделений и отвечают обычно за это ответственные за инси в соответствии с инструкцией, которая заведена по делу производства предприятия. Эта инструкция должна быть обязательно заведена. Это часть методологической подготовки, а то встречаются разные предприятия, начинаем автоматизировать элементарных методологических вещей, иногда на предприятии нету, на которые мы можем полагаться. Также в меню раздела нормативно-справочная информация мы можем в команде вопросов деятельности посмотреть. Далее следующий у нас блок большой, мы сейчас к нему перейдем. Немножко вас, наверное, разбужу, презентацию моя видно. Мы полчаса с вами работаем, очень напряженно. Все, супер, видно, вижу плюсики, значит, не успели. Спасибо. справочники. Так, вижу ваши вопросики. Если нет единого администратора НСИ, за каждый справочник закреплено отдельно, как настроить права доступа? У вас какая-то концепция все равно единая должна быть, если у вас крупное предприятие за ответственные, которые ведут отдельные части НСИ, как бы оно ни строилось, у вас все равно где-то, куда-то должно это сливаться воедино. Общая концепция и общее управление этими данными, общий принцип, по которому вы все равно выстраиваете и очень важно, чтобы это было задокументировано, как у вас ведется НСИ, все принципы при внедрении обычной программы это на этапе обследования сначала прописывается, потом функциональные требования остаются, ДЗ, и все эти вопросы они отражаются, если вы в дальнейшем это все корректируете, тоже нужно все фиксировать, потому что если вдруг вы меняете компанию, которая вас обслуживает, либо у вас меняете внутренний сотрудник, который за это отвечает, то разобраться в настройке прав чего-либо и как у вас настроены справочники очень и очень сложно, чуть ли не проще заново все это перенастроить, провести обследование и понять, как у вас все организовано, это сложно, поэтому сразу введите документацию и сразу выделяйте ответственно за все НСИ. Вопрос, возможно ли интеграция с системами ДОС, БИС, ДИАДОК, ну да, это же документы обороты, конечно, с электронным документом оборотом это очень плотное взаимодействие, есть внутренние средства, интеграцию можно сделать, можем ваш вопрос прям рассмотреть более подробно, если интересно, стучитесь к нам, вам когда будут прозванивать по обратной связи, можем встречу назначить и подробно посмотреть, что вы хотите именно про ИДО, есть же и 1С-ИДО механизмы, и внешние системы есть многие, это очень популярная тема. Справочники не могут автоматически загрузиться при интеграции ЗУП, смотря какие справочники, давайте тоже посмотрим вопрос про справочники загрузки, я так понимаю, по пользователям, тоже в том числе мы говорили об этом, можно рассмотреть вопрос по загрузке справочников при интеграции отдельно на встрече тоже всем участникам, кто сегодня у нас есть на вебинаре, будут звонить наши сотрудники и обратную связь принимать, спрашивать и уточнять, нужны ли какие-то контакты, какая-то дополнительная информация, можете с ней уговорить, что вам обещали встречу. С диадок можно настроить интеграцию, вот вопрос тоже по диадок, все можно. Так, немножко отдохнули, я отвлеклась на вопросы, чтобы мозг у вас немножко остыл, много сегодня, очень много информации, очень много работаем, можно смотреть изначально на план нашего вебинара, и там вы увидите этапность. В слайдах это очень много, слайды можно потом перечитать, где-то подсмотреть, но в основном стоит, наверное, посмотреть внешне на план вебинара и понять, какие этапы вообще в принципе существуют, и там что-то всплывет из того, что я рассказываю, наверное. Итак, следующий этап у нас работа с документами и файлами. Что мы здесь делаем в этом блоке? Мы настраиваем хранение файлов в томах, устанавливаем на сервер ПО для работы с файлами, заводим, настраиваем виды документов, назначаем видом документов шаблоны документов, добавляем шаблоны автозаполнение шаблонов файлов настраиваем, нумераторы и индексы нумерации настраиваем, создаем наборы дополнительных реквизитов, сведений и сейчас подробнее уже по этим пунктам с вами проговорим. Настройка хранения файлов в томах. Вот файлы, которые мы будем хранить вдали, которые нам необходимо хранить, есть два варианта, где мы будем хранить, либо мы будем хранить прямо у нас в базе, либо мы будем хранить их в томах, на сервере, на жестком диске, то есть где-то будем вне системы хранить, есть свои плюсы-минусы, то есть если мы храним в системе, то у нас все хранится в одном месте и удобно бы копирование настраивать, в том же время у нас ограничено пространство, мы должны это учитывать, поэтому мы должны понимать, сколько у нас будет примерно объем документов и из этого уже исходить при планировании. если мы храним в томах где-то на сервере, на диске, мы уже конечно не привязаны к нашей системе, к объему нашей системы, и этот вариант имеет смысл только если в клиент-серверном варианте информационной базы мы работаем, ну в общем есть свои плюсы-минусы, самое главное понимать какой у нас объем данных и какой у нас какие у нас есть запросы к той системе, которая у нас будет работать, какие требования, но принять решение желательно сразу, потому что смена вариантов хранилища это уже будут определенные трудозатраты наши, лучше этот момент предусмотреть сразу, вот рассматриваем подробнее по томам, хранения тома используются у нас для, если мы храним документы вне нашей системы и когда мы начинаем перед началом настройки хранения в томах необходимо сразу определить какие группы томов у нас будут использоваться, какие тома будут входить в каждую группу и вообще в принципе по каким правилам будет происходить размещение файлов в томах то есть это тоже нужна методологическая проработка и нужно обдуманно к этому подходить сразу предусмотреть также для любой работы с файлами необходимо подготовить ваше ПО как вы будете работать с файлами в каких программах чтобы сами файлы у вас тоже открывались работали у всех пользователей здесь проведена целый список настройки мы на них сейчас останавливаться не будем но эти моменты тоже сразу стоит предусмотреть что это необходимо у вас должно быть настроен далее происходит загрузка самих шаблонов файлов для чего служат шаблоны файлов для того чтобы у вас были универсальные формы документов универсальные шаблоны документов и ваши сотрудники не подготовили не подготавливали мастер одни и те же шаблоны документов не делали вручную обычно это приказ распоряжение примерами могут быть они уже у нас могут быть загружены в систему и каждый раз делать не надо здесь описано как мы загружаем информационную базу шаблоны это делается несложно то есть были бы шаблоны которые соответствуют всем стандартам а уже загрузить это дело техники подготовка к работе с документами виду документов вот виду документов это уже такой такая достаточно большая тема которую тоже которая тоже требует методологической проработки и такого качественного подхода вид документа это реквизит который по умолчанию он является обязателем при регистрации любого входящего документа исходящего внутреннего документа то есть любой документ он у нас должен принимать какой-то вид и уже из вида документа определяется правило формирования регистрационных номеров документов формативные сроки исполнения документов набор дополнительных реквизитов и сведений то есть целый пул настроек он исходит настраивается уже именно в виде документа и от того какой вы вид документа присваиваете вашему документу с которым работаете эти настройки уже и исходят настройки видов документов разрабатываются отдельно для входящих и исходящих внутренних документов документа оборот 2.1 и основой служит положение документа обороте или может служить инструкция о производстве на предприятии и количество видов документов которые вы используете оно не ограничено вот виды документов список ваших видов документов он готовится обязательно понимание должно сформироваться на этапе обследования и от этого уже идет понимание сложности настроек тоже в каком-то плане по вашей системе то есть если к вам кто-то придет внедрять документы оборот один из первых вопросов что вам зададут это сколько и какие виды документов вы используете на предприятии далее это настройка нумерации документов тоже очень важный тонкий вопрос как вы будете вести нумерацию документов нумерация определяет правила формирования регистрационных номеров ваших документов входящих внутренних исходящих может привязываться или к нескольким видам документов предусматривает такую гибкую настройку рек номеров и также предусматриваются теми правилами делопроизводства которые вы ведете на своем предприятии но подхода основных два к настройке нумерации это когда вы ведете отдельные нумераторы для каждого вида документа или ведете нумерацию для нескольких видов документов одну используете один нумератор внутри каждого нумератора также можно настроить независимую нумерацию индексы нумерации формат регистрационных номеров может включать в себя следующие индексы это могут быть виды документов подразделения контрагент пользователя организации проект и вопрос деятельности индекс нумерации служит в списке индексов для соответствующего вида документа может использоваться для подразделения также индекс он должен вестись в соответствии с документом который у вас регламентирует документы оборот предприятия положение инструкции документ который у вас есть далее идет тоже этап серьезный это настройка этапов обработки документов для этого вот опять же нужно изучать ваши процессы какие у вас документы какие этапы проходят в принципе и какие должен проходить этапы обработки документов они задаются настраивают соответственно за НСИ для каждого вида документа но опять же если у вас большой подразделение НСИ все равно где-то вся эта информация должна сливаться приходить в единую какую-то концепцию должно быть единое понимание далее у нас идет настройка учета товаров и услуг для внутренних документов можно ввести учет товаров и услуг настраивать их автозаполнение шаблонных файлов это удобная настройка справочник товаров и услуг доступен по одноименной команде нормативно справочная информация у нас располагает справочник товаров и услуги и ведет его обычно тоже ответственный за НСИ как я ранее говорила настройка далее у нас идет настройка типов связей документов справочник типа связи в справочнике типа связи хранится у нас именно возможные типа связи документов там же можно создавать элементы вручную этот справочник также у нас находится в отделе нормативно справочная информация и владелец обычная это у нас специалист по НСИ в нашей системе далее у нас идет справочник настройка справочника дополнительные реквизиты и сведения это дополнительные свойства объектов которые хранятся у нас в системе есть дополнительные реквизиты они хранятся в самом объекте и они используются для того чтобы какие-то свойства отражать которые являются неотъемлемой частью самого объекта обычно для редактирования для редактирования они нужны и доступны тем пользователям у кого есть сами права на этот сам объект которому принадлежат эти дополнительные реквизиты а также есть возможность указывать дополнительные сведения они хранятся в отдельной карточке и предназначены для хранения сведений об объекте которые не являются его неотъемлемой частью вот использование дополнительных реквизитов дополнительных сведений, они тоже должны определиться вами на старте, на этапе обследования, понимания, то есть нужно оно вам вообще или нет, нужно ли вам это вести, потому что это тоже дополнительная работа, дополнительная нагрузка на потом вашего администратора. Так, немножко отдышимся, следующий у нас большой блок, это совместная работа, мы с вами очень большой путь прошли, очень много информации, стараюсь ее в слайдах структурировать. Так, чуть-чуть посмотрю, вопросы. Вопрос, насколько интеграция 1СДО бесшовна с ERP, это одно из самых популярных направлений, бесшовная интеграция 1СДО с ERP, мы будем рассказывать о нем подробно, пока не спланировали дату вебинара, но он у нас обязательно будет, потому что запросы будут следить за нашими анонсами. Так, вижу вопрос по готовое решение или проектное с разработкой индивидуальной под диадок, я так понимаю, интеграция диадок с диадок документа оборота. Есть разные варианты решения, часто дорабатываем, есть стандартный блок диадок, поэтому тут нужно смотреть, что вы хотите, вот, подробнее об этом поговорим. Так, переходим дальше. Так, вижу вопрос, на последний прям отвечу. Можно заказать личную консультацию. Консультацию, вот менеджер, когда будут прозванивать вас, не факт, что именно я буду на встрече, но постараюсь на всех встречах поучаствовать, если кто-то с моего вебинара, то я с удовольствием во встречах участвую. Если вы с нашими специалистами разговариваете и у вас есть желание какой-то, какой-то как-то дополнительно разобрать вопрос, то, конечно, вы можете либо обратиться по контактам, вот сверху справа у нас указаны контакты компании, либо когда наши специалисты связываются, говорите, конечно, что у вас есть вопрос, вы были на вебинаре и бесплатно будет вам обязательно встреча. Далее уже там определимся, нужна ли вам наша помощь. Итак, переходим далее к настройке совместной работы, блок совместная работа. Что мы здесь делаем? Здесь мы создаем шаблоны процесса. Здесь мы настраиваем ролевую маршрутизацию, условия маршрутизации, назначаем шаблоны процессов видом наших документов, ранее созданные. Заполняем адреса уведомлений пользователей, заполняем справочники видов проектов, виды мероприятий и загружаем инструкцию для сотрудников. Мы с вами выходим на финишную прямую уже по нашему вебинару, но эти темы у нас тоже очень важны. Много мы выбились из времени, но ничего. Настройка шаблона процесса. Вообще очень интересная тема. Мы ее рассматривали и немного затрагивали, когда вебинар у нас был по демонстрации согласования документов и по процессам у нас был вебинар. Тоже у наших сотрудников, если будете общаться, можете уточнять, ссылочку вам скинут в отделе маркетинга. Шаблон процесса – это набор заранее настроенных параметров, которыми заполняется новый процесс, который мы создаем. То есть мы создаем шаблон и можем с помощью него уже запускать новые процессы. Процессы мы можем спускать по документам, файлам, контрагентам, проектам, задачам. Шаблон настраивается с принятыми бизнес-процессами, с принятыми регламентами движения документов в вашей организации. И шаблон позволяет регламентировать все процедуры, все процессы, которые у вас происходят. Регистрация, исполнение, согласование. Также мы можем настроить список пользователей с помощью прав, которые могут пользоваться тем или иным шаблоном. Можем задать через рабочую группу шаблона. Если же рабочая группа шаблона не заполнена, то по умолчанию этот шаблон доступен всем. То есть если вы хотите, чтобы данным шаблоном пользовались какие-то определенные люди, то нужно его заполнить в шаблоне именно рабочую группу шаблона. Так можно сделать. Также за введение шаблонов, за создание их в качестве шаблонов отвечают ответственные за НСИ на предприятии. Ну, опять же, ответственные за НСИ там, где большие объемы и процессов, и документов, и справочников, то это, конечно, разные сотрудники НСИ. И потом уже воедино сливаются где-то в какую-то структуру, которая за это ответственна. И все это открывается у нас в управлении процессами, шаблоны процессов. Вначале мы смотрели с вами этот блок в системе, выделенный. Коллеги, у кого-то у нас микрофончик включен, выключите, пожалуйста. Вроде бы все вы отключали. Назначение шаблона процессов типом данных. Пользователи, они сами могут самостоятельно заполнить процесс данными по шаблону. Но удобно настроить автоматический или ручной запуск шаблона по процессу. Можно это сделать типом данных конкретных, назначить. Список шаблонов процессов. Вот скрин сюда добавил, ту папочку на тот слайд не добавил, где у нас находятся шаблоны процессов. То есть это у нас блок в документ обороте управления процессами. Вот она у нас, волшебная кнопка шаблоны процессов, находится в этом разделе. Здесь хранятся все шаблоны процессов. Отсюда они управляются, создаются новые. Это отдельная большая работа, которая должна быть очень хорошо методологически проработана. У шаблонов процессов есть очень много интересных, важных, полезных настроек. Кому когда направлять, при каких условиях направлять, при каких условиях не направлять. То есть это отдельная большая наука, очень интересный раздел настройки процессов шаблона. Если шаблон процесса назначен видом документа, то для него доступна возможность автоматического или ручного запуска. Тоже такая настройка, которая полезна. То есть либо можно сделать, что запускаете процесс какой-то только вручную. То есть вы именно кнопку нажимаете, отправляете по какому-то конкретному процессу. Либо можно настроить, что вы записываете документ, и у вас автоматически стартует какой-то процесс по шаблону. Тут уже в зависимости от ваших особенностей организации, особенностей взаимодействия пользователей и осознанности пользователей, может быть автоматизации уровня автоматизации, либо тот, либо другой вариант используется. Далее происходит настройка справочника вида проектов. Виды проектов настраиваются, если только вы этот функционал используете, если вы ведете проекты на своем предприятии. Ну, мы вот в частности были у нас, были несколько проектов, которые мы ввели в документообороте. Вот, заказчик у нас был тоже в этом плане с нами солидарен, и мы ввели в проекты в документообороте, нам показалось это достаточно удобным функционал. Если вы считаете, что у вас проектной деятельности никакой нет, проекты это не только IT-проекты, все что угодно, создание нового какого-то продукта в определенный срок, в ограниченности ресурсов, это есть проект, вы можете использовать этот функционал. У нас буквально недавно был вебинар, вот, наверное, неделю назад, был вебинар по ведению проектов в документооборот 2.1. Если вам интересен функционал, тоже можете посмотреть. Вот, для этого нужно включить, ввести учет по проектам, и можно использовать виды проектов, если у вас на предприятии их много. Там же, видимо, в проекте можно настраивать введение состава рабочей группы, сделать заполнение в обязательное состав рабочей группы. Если у вас сразу несколько проектов на предприятии ведется, то это важно, чтобы разграничить права доступа к проектам, чтобы у вас проектная команда видела свой материал, не видела чужой, и команды друг друга не видели, материалы. Тут уже нужно осмотреть ваши процессы и понимать, что вам именно в этих настройках нужно. Далее у нас идет заполнение, настройка учета трудозатрат. Трудозатраты, для того, чтобы учитывать трудозатраты, нам необходимо настроить справочники виды работ, которые у нас используются, заполнить календарь, составить графики работы, заполнить справочник виды отсутствий и заполнить сведения о точках маршрута. Подробнее немного поговорим. В графике работы и производственных календарь нам нужны для того, чтобы когда у нас задачи отправляются, мы понимали, в какой момент у нас должна быть выполнена задача. То есть если у нас длительность установлена 2 часа, а сегодня уже конец рабочего дня, то когда должна быть выполнена задача? Эта информация берется у нас уже из... графика работ. Вот настройка у нас для этого должна быть произведена и обязательно должна быть включена настройка процесса и задачи использовать графики работы. Настройка видов работы. Для того, чтобы их настроить, нужно понимать, какие у нас будут использоваться виды работ на предприятии. и открываем мы из блока учет рабочего времени, настраиваем виды работы. Ведем мы там те виды работ, которым у нас, соответственно, есть необходимость вообще использовать, анализировать затрат рабочего времени сотрудников. То есть все подряд детализировать тоже не нужно. Далее сведения о точках маршрута. Для чего нам это нужно? Чтобы мы могли устанавливать соответствие между точками маршрута процесса и видами работ. Для этого мы заполняем точки маршрута и при автоматическом добавлении работы в ежедневные отчеты и выполнении задачи эта информация будет уже использоваться. То есть если вы этот блок в программе используете, вы понимаете, что точки маршрута вам обязательно нужно заполнять. Но этот функционал тоже используют не все. Поэтому более подробно обязательно, когда вы прорабатываете перед запуском системы, свою методологическую базу нужно вникать. В виды отсутствий включается тоже использование видов отсутствия в настройках программы первоначальных и можно уже устанавливать с помощью флажка настройку предупреждать об отсутствии в персональных настройках или не предупреждать. Также в разделе НСИ предусмотрен справочник виды отсутствий сотрудника. Хранение. Настройка хранения. Для того, чтобы настроить хранение, мы настраиваем номенклатуру дел, где мы храним места хранения дел и сами дела. И нам необходимо заполнить справочник помещения и территории. Номенклатура дел используется, если мы ведем, поддерживаем бумажный документ оборота, мы его поддерживаем. В основном всегда это перечень заголовковых дел, используемых на предприятии для текущего хранения документов, там мы указываем обязательно срок хранения, другую учетную важную информацию для данных документов. И для этого предусмотрен справочник у нас отдельной номенклатуры дел. Также есть функционал автоматического заполнения номенклатуры дел по структурному принципу. Так, у нас кто-то еще присоединяется, я думаю, что это те, кто у нас случайно выходил. Здесь изображен у нас по структурному принципу как раз таки заполнение номенклатурный райдел по подразделениям. Как это у нас выглядит в системе. Заполнение заголовков дел. При создании заголовков дел открывается карточка, где устанавливаются основные сведения и устанавливаются настройки. Для заголовков дел они создаются для каждого раздела свой заголовок дела. Можно распечатать номенклатуру дел и у нас вводится либо итоговая запись о категориях количестве дел, либо номенклатура дел. Две печатные формы есть. Дела, тома. Для чего ведутся у нас дела и тома? Это для списания исполненных, входящих, исходящих внутренних документов. То есть для всех видов документов необходимо ввести именно дела от тома. То есть они представляют собой бумажную папку, в которой подшивается документ как в традиционном бумажном делопроизводстве. Можно его открыть из раздела документы и файла. Документы и файла мы с вами тоже сегодня рассматривали. Вот изобразила на скрине. По максимуму старалась изображать на скринах. Если вдруг нужно будет пересмотреть презентацию, то она достаточно подробная и информативная. Ну, по крайней мере, я старалась ее так делать. Далее. Когда мы передаем уже дела в архив, для того, чтобы передавать дела в архив, нас служит для этого инструмент опись передачи дела в архив. Ее можно либо создавать на основании в списке дел или в карточке самого дома. Передаем в архив, ну, как правило, по стандартным правилам делопроизводства, если уже это дела закрыты или с истекшим сроком хранения. Вот. Срок хранения уже определяется в соответствии законодательства, несмотря какие документы вы используете, нужно эту методологическую базу тоже прорабатывать и понимать, какие у вас документы используются, какой у них срок хранения. Есть компании, которые, организации, которые используют особые документы и нужно понимать, какой у них срок хранения. Для уничтожения дела сложат также акт уничтожения и его можно также создавать в списке, на основании списки делотомов или в карточке самого дела или тома. В программе есть такой функционал, раздельный учет для хранения электронных и бумажных документов. Также есть специальная настройка, если мы хотим это сделать. это опять же на старте, когда вы изучаете ваши процессы, то это обязательно необходимо отразить, потому что потом будет от этого исходить настройка уже места хранения бумажных документов. Нужна она вам, не нужна, как это будет учитываться. Для того, чтобы оптимизировать ваш процесс хранения дел на предприятии, необходимо заполнить сам справочник, вести справочник места хранения дел. Что это вам поможет, чем вам поможет, это очень облегчит работу вашим делопроизводителям. Дело производителя, обычно люди незаметные на предприятии, казалось бы, у них очень тяжелый труд, потому что найти, где что хранится, особенно если прошел какой-то период времени, несвежие документы, это обычно превращается в целое расследование. я сама работала очень много с документами и по своему подразделению и по филиалу, когда работала в компании Первый Бит и вела в том числе документы оборот бумажный. Это было нечто, когда пытаешься найти двухгодовалой давности или двух с половиной годовалой давности какие-то закрывающие документы и начинается расследование года. Вот здесь, конечно, с помощью указания помещений можно легко найти, где какой документ хранится, пойти и спокойно его найти и взять. Вот также за это отвечает ответственный за нормативно-справочную информацию в организации. Следующий этап у нас стандартный. Это загрузка классификаторов. Загружаем валюты, банки, адресный классификатор. Работа с классификаторами она достаточно стандартная, поэтому мы на ней останавливаться не будем сильно. Далее у нас идет заполнение справочников таких как типа связи, товароуслуги, так виды документов и физических лиц, способы доставки, виды контактной информации, контрагенты, те, с которыми мы работаем. Способы доставки документов используются у нас при регистрации входящих, исходящих документов. И опять же здесь мы руководствуемся вложением о документообороте либо инструкции о делопроизводстве в организации. и здесь перечислены примеры способов доставки, которые мы можем использовать. Справочники физические лица используются у нас для подробной информации с физическими лицами, с которыми работают предприятия. Это и сотрудники, и агенты, и какие-то контактные лица клиентов. и мы их можем посмотреть в отдельном справочнике по команде физические лица в нормативно справочной информации. Вот эта информация, очень важно ее правильно доступ организовать, потому что бывали тоже примеры, когда к информации получают доступ те лица, которые не должны знать персональные данные других физических лиц, ком есть информация в системе. К этому нужно максимально серьезно отнестись, потому что у нас закон о персональных данных, он очень жесткий, нужно его обязательно соблюдать, и в метод подготовки это учесть, обязательно к внедрению. Виды контактной информации, контактную информацию мы бесспорно храним в нашей системе и мы можем настраивать стандартный вид контактной информации, бывает такое, что нам ее не хватает, мы хотим добавить какие-то данные, у нас есть email, телефон, хотим еще какой-то контакт добавить обязательный, именно по нашей специфике работы компании, его можно сделать в справочнике вида контактной информации, мы все об этом знают. Справочник работает с контрагентами, это учет физических юридических лиц, с которыми мы взаимодействуем, но достаточно тоже стандартный справочник, где указываются контакты, данные по нашим контрагентам. По учету по нескольким организациям мы уже говорили, что есть справочник, где мы вносим организации. Далее настройка, ведем ли мы НДС или не ведем, с НДС без НДС мы работаем. Это у нас настраивается в справочнике организации. Далее мы подходим к итогу, все уже немножечко достали, я очень вами сегодня горжусь, как вы стойко выносите, практически все уже дожили до конца вебинара, со мной вместе. И последнее у нас получается инструкции для сотрудников, это готовое руководство к действию, решением типовых задач пользователей, то есть мы имеем в комплекте поставки уже 55 типовых инструкций и можем их уже дополнять, добавлять то, что нужно нашим сотрудникам, чтобы они знали, подойти, получить рекомендации к решению типовых задач своих пользовательских момента оборота 8. Итак, мы с вами подошли к концу нашего вебинара, сейчас я смотрю чат, вопросиков новых нет, я надеюсь, что вы живы, что вы все еще со мной, демонстрацию я тогда закрываю, да, меня все еще видно, вас я очень хочу сегодня поблагодарить за вашу стойкость, это очень сложный вебинар, очень большая тема, я с удовольствием ее постаралась до вас донести, надеюсь, что я вам буду полезна и дальше буду полезна, и данный вебинар будет вам полезен, вам большое спасибо за вопросы, за внимание, помните, что у вас есть одна встреча подарок для анализа ваших вопросов, ну и конечно оставляйте ваши отзывы, ваши предложения, темы, которые хотите услышать, спасибо большое всем, всем хорошего дня, я с вами прощаюсь, до свидания. вечером, покинительные декору, не Продолжение следует...